Ошибки в переписке с мужчиной. В соцсетях, в интернете, в мессенджерах. А с какой целью я переписываюсь? 80% текста это ее текст в переписке, и 20% мужчины. Переписка ради переписки. Общение ради общения. Вы знаете, такие вопросы, которые, ну, немножко грузят. А какие у тебя цели? А ты хочешь детей или нет? А ты что там ищешь? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я дипломированный психолог, магистр психологии. В этом видео мы будем обсуждать переписки с мужчинами, с мужчиной в соцсетях, в интернете, в мессенджерах, в смсках, где это только возможно. Да, и мы будем разбирать ошибки, и в процессе вам будет становиться понятнее, как же все-таки правильней и эффективней общаться с мужчиной, чтобы он вас видел, женщину, ваши лучшие женские качества, в которые, собственно, влюбляются, очаровываются, и которые важны мужчине в женщинах. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, и обязательно смотрите это видео до конца. Итак, первая ошибка в переписке с мужчиной, это, я считаю, очень часто встречающаяся история, это холодность. Это такая холодность, сухость и лаконичность. Вот когда я еще давно проводил консультации, и личные, и приходили женщины, и они описывали какую-то историю с мужчиной. Я эту историю выслушивал, а потом говорил, слушай, покажи мне вашу переписку в мессенджере. Вот я смотрел на эту переписку, и мне многое становилось понятно. Даже понятнее, чем со слов, чем с пересказа женщины. Посмотреть на вашу переписку, видно, знаете, женщина не ставит смайлики, такой черно-белый текст, как-то слишком коротко отвечает, либо как-то слишком сухо, да, но вот веет холодностью, сухостью, вот нет какого-то тепла, нет какой-то энергии. Это, знаете, как дерево, да, вот есть плодородное дерево, и там листочки, плоды, и это дерево расцветает, вот чувствуется это, смотря на деревца, да. Вот так же и ваша переписка. Смотришь на переписку, а там она какая-то холодная, сухая, кроткая, лаконичная. Следующая ошибка в переписке с мужчиной, отсюда вытекающая, это не взаимность. Это когда мужчина что-то спрашивает у женщины, проявляет какую-то активность, а женщина холодно отвечает, просто отвечает, и ничего не спрашивает в ответ. Например, как у тебя прошел день? Он у нее спрашивает, она нормально, хорошо, или как-то чуть-чуть подробнее ответила, и не задает ему вопрос. Или мужчина может, если это этап знакомства, пишет, ты мне понравилась, ты классная, да, или ты красивая женщина, спасибо, или да, это так, и в ответ никакой комплимент не делает, да, вот нет. Такое ощущение, знаете, мужчина вот играет в настольный теннис, и мужчина, ты красивая, и мячик вот этот на ее стороне, и она, спасибо, и мячик там не остался, понимаете, а важно, чтобы мячик перешел на сторону, отбить мячик, и пустить на сторону мужчины, то есть, что-то тоже спроси, а как у тебя дела? Ты хорошо выглядишь? Спасибо, и вы привлекательный мужчина, и вы хорошо выглядите. Например, да, это очень важно, особенно, если мы говорим для нормальных мужчин. Следующая противоположная ошибка, это навязчивость, это женская навязчивость, это когда женщины слишком много, вот тоже можно посмотреть переписку, и видно, 80% текста, это ее текст в переписке, и 20% мужчины, или 10% мужчины, или 30%. Я не призываю к тому, что у вас должен быть калькулятор, или линейка какая-то, или весы, чтобы ровно было 50 на 50, но явных перекосов не должно быть. Если вы в переписке видите, что вас много, вас сильно больше, чем мужчины, то это ошибка, и возможно, либо вы просто, в принципе, слишком много проявляетесь в переписке, либо же, это может быть сигнал, что вы мужчине и неинтересны особо, и вы этого не отслеживаете. То есть, когда вы пишете ему, проявляете активность, он из вежливости вам отвечает, коммуницирует, а сам вряд ли первый пишет. Поэтому я считаю, что навязчивость, и когда вас много в переписке, или же, знаете, тот же пример, когда вы мужчине тепло проявляетесь, а от него холод, да, вы как бы ему и комплименты, как дела, а он холодный, такой безответный, такой холодный принц. Вот это тоже женская ошибка в переписке. Следующая неочевидная ошибка, это отсутствие цели. Если вы переписываетесь с мужчиной, задайте себе вопрос, а с какой целью я переписываюсь? А чего я хочу? А есть у нас цель этой переписки? Ну, поймите, пожалуйста, перепиской же сыт не будешь, поэтому должна быть какая-то конкретная цель. Например, отношения. Может быть, вы просто хотите разовой близости с мужчиной. Например, я не знаю, либо вы хотите замуж за него. Я вижу большую ошибку в переписках, когда женщины живут прям в этой переписке. Переписка ради переписки, общение ради общения. И такое ощущение, что они готовы жить в этом, скажем так, в этом мессенджере, и их, скажем так, все устраивает. Я не клоню к тому, что вы с мужчиной должны прижимать его, или озвучить цель, я хочу замуж за тебя, или я хочу от тебя отношений. У вас, в первую очередь, цель должна быть внутри. Потому что, если у вас нету цели, которой вы двигаетесь, в принципе, как личность, как женщина, тогда оно, знаете, как течение. Вот куда течение понесет, вот туда и приплывете. Поэтому лучше, что вас несло не течение, не обстоятельства, а вы, скажем так, в хорошем смысле слова, были за штурвалом корабля вашей жизни. Отсюда тоже вытекающая ошибка, это когда женщина в переписке своим поведением, своим проявлением показывает мужчине, что со мной так можно. То есть, я могу с тобой переписываться по 10 раз на день, я могу тебя не звать на свидание, не звать на живые встречи, не переходить к каким-то действиям. И получается, что есть два типа женщин, которые соглашаются на это, и есть женщины, которые дают понять, что мне, конечно, приятно с тобой переписка, мне, конечно, приятно и замечательно с таким волшебным, прекрасным, прелестным мужчиной общаться. При этом, я за, как бы, живую жизнь, да, я за реальную жизнь, я там, у меня любимая работа, у меня там спорт, поэтому, как бы, да, если наш интерес, скажем так, взаимный, то давай переходить к каким-то реальным действиям. Безусловно, нормальные мужчины, они сами говорят, давай встретимся, они сами заинтересованы во встрече. И, кстати, многих женщин это пугает, что, ой, как-то мы совсем недолго общались, а он уже хочет живую встречу, ой, мы так недостаточно друг друга знаем. А есть другой тип мужчин, да, которые не призывают к живой встрече, а готовы долго переписываться. Поэтому, женская ошибка, это, я считаю, показывать мужчине, что с вами так можно, что вы на это согласны, на какие-то бесцельные, бесконечные переписочки. Следующая женская ошибка в переписках, это когда вы пытаетесь построить отношения в переписке, когда вы пытаетесь обсудить очень важные дела в переписке, например, а какие у тебя цели, а ты хочешь детей или нет, а ты что там ищешь, да, вот такие важные вопросы. У женщин есть иллюзия, что если они попереписываются на эту тему, то это даст какие-то бонусы, то это быстрее приведет к какой-то цели или более серьезным отношениям. Поймите, пожалуйста, что переписка это лишь промежуточный этап. И вообще бессмысленно, что кто кому-то обещает в переписке, потому что самое главное это живое общение, самое главное это живая встреча. И то, что вы друг другу пообещали в переписке, это может обнулиться при первой же, либо при следующей встрече. Поэтому я считаю, что бессмысленно обсуждать что-то серьезное. Цели, хочешь ли семью, хочешь ли детей, а почему расстался с бывшей. Вы знаете, такие вопросы, которые, ну, немножко грузят, да, и нормальных мужчин, ну, это пугает в переписке, потому что, ну, мужчины дело, нормальные мужчины, они тоже понимают, что, ну, смысл это все обсуждать. Потому что главное же это, что мы вживую, скажем так, почувствуем друг другу, да, насколько нам будет интересно, насколько нам будет взаимно хорошо. А не то, что мы друг другу пообещали, или какие у нас цели. Ну, например, у мужчины цель семья и дети. Например. Ну, это же не значит, что то, что вы обсудили в переписке, это не значит, что вы именно та женщина, с которой он захочет этого, да. Если мужчина хочет семью и детей, это не значит, что он готов с первой встречной создавать семью и детей. Поэтому я считаю, что это женская ошибка, и часто она, ну, подгружает. И вы можете здесь возразить и сказать, а как тогда определить серьезность намерения мужчине еще до встречи, или в переписке. Поймите, мужчина, который хочет соврать, ему несложно будет в переписке соврать про семью, детей, что он хочет там, что он супер серьезный, что он там, например, не женат. Поэтому, если вы пытаетесь с перепиской выявить там, быть Шерлок Холмсом, то обычно это не очень хорошо работает. Следующая женская ошибка, это страх делиться фотографиями и видео. Это пренебрегание таким крутым инструментом, фото и видео формат. Тем более, сейчас в мессенджерах можно быстро это все присылать, если особенно вы пользуетесь, ну, какие мессенджеры, Viber, Telegram, WhatsApp, либо мессенджеры там, соцсетя какие-то. Я считаю, что это крутой инструмент и многие женщины, они стесняются насчет этого, да, и им кажется, что это как-то несерьезно, да. У меня же и так есть там фотки в соцсетях или в Инстаграме, и ему что, этого мало? Или же он же и так видит мои Инстаграм-сторис, например. Ему что, этого мало? И кажется, что если мужчина просит лично что-то, такое ощущение, что что-то странное. На самом деле, ничего странного нет. На самом деле, мужчине важна женская энергия, и вот эти фото, отдельные какие-то селфи либо видео, они служат очень таким классным инструментом в плане, знаете, передачи частички эмоций. Поэтому, я считаю, что если мужчина просит, как минимум, не ищите в этом подвох. Безусловно, если вы недавно знакомы, мужчина просит интимные фотографии либо интимные видео, это другой разговор. И при этом, если вы уже вдруг такое отправляете, то, пожалуйста, не нужно это делать с лицом, потому что мужчины есть разные, да, которые потом могут это разместить в интернете. Сколько таких случаев, да, мы слышали. Поэтому лучше этим не занимайтесь через интернет. И завершающая ошибка. Перед тем, как мы к ней перейдем, я хочу вас пригласить на бесплатные вебинары, которые называются «Мужчина. Честная инструкция по применению». Это бесплатные вебинары, где мы разбираем темы, как привлекать достойных мужчин, сделать правильный выбор, как перезагрузить непонятные отношения, либо их не нужно перезагружать, нужно ставить точку. А если хотите поставить точку, как найти в себе силы, чтобы выбраться из созависимых либо токсичных отношений, как создавать по-настоящему классные достойные отношения. Много разбираем психологию мужчин, как на самом деле мужчина мыслит, как влиять мужчине на сердце, а не на мозг, как сделать так, чтобы мужчина видел в вас лучшие ваши женские качества. Это мы разбираем на бесплатных вебинарах. Поэтому прямо сейчас под этим видео записывайтесь, будет очень полезно. До встречи. И завершающий пункт. Ошибка в переписке. Это тоже модная история. Это манипуляции в стиле отвечать через полчаса, либо вообще не отвечать, ответить на эти истории ближе дальше, тепло, холодно, на пике эмоций пропасть, или в переписке демонстрировать, какая вы там классная. использовать пикап манипулятивные подходы. Пикап-подходы, они работают как и от женщины, так и от мужчины. Поэтому эти манипуляшки, когда вы пытаетесь в переписке изобразить себя не ту, которой вы являетесь, показать себя другой личностью, не такой, какой вы есть, чтобы там заинтересовать мужчину, чтобы влюбить его, чтобы удержать. Или же, когда какие-то ультиматумы в переписках, да, если то, если ты этого не сделаешь, тогда вот это. Это плохо работает. Я считаю, что это работает с незрелыми мужчинами, с такими же манипулянтами. Если это, конечно же, ваш круг общения, уровень ваших мужчин, и вам нужно достичь какой-то краткосрочной цели, наверное, тогда решать вам, использовать это или нет. Но я считаю, что любые манипуляции, они нам возвращаются бумерангом. Человек, который манипулирует, он зачастую даже сам не понимает, когда манипулирует им. Поэтому я против манипуляций, и все мое обучение базируется на открытости, на ясности, на развитии личности. И чем вы развите личность, чем вы женственней, чем вы больше развиваетесь как женщина, тем меньше у вас желания, мотивации и нужды изображать из себя от той, которой вы не являетесь. Потому что вы развиваете себя настоящую, и вы верите в себя, вы уверены в себе, вы излучаете здоровую самооценку, вы понимаете психологию отношений, психологию мужчин, женскую психологию, и вам больше уже нет мотивации играть в какие-то игры. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, и напишите в комментариях, как вам это видео, и возможно какие-то ошибки женские я не учел, и возможно их учту в следующих видео. До встречи!